что мне устраивали по инициативе моего отца устраивали каждый год закатывали шикарные дни рождения и и стол шикарный там были очень такие бедные времена у людей не хватало еды а у нас там прям стол ломился ходили на базар готовили все шикарные блюда по тем временам приглашали и моих подружек из подъезда и весь всех девочек из моего класса там 20 девочек было все приходили и там подарочки не какие-то приносили подарочки я не помню какие-то видимо какие-то маленькие кто-то то что мог приносил и мы там такие мой отец устраивал конкурс и там какие-то надо было проходить конкурсы какие-то загадки и все но значит что он сделал он меня подговорил он говорит мне до значит начало дня рождения он меня подзывает себе и говорит наташа вот пожалуйста выучи загадки и выучи к ним ответы потому что ты именинница и я хочу чтобы ты выиграла эти конкурсы то есть вот у него эта натура была все все через вранье все через манипуляцию все вот так перекрутить а я очень доверяла отцу и тем более он для меня вот так старался там делал все эти конкурсы там что-то мастерил какие-то на веревочках какие-то конфетки там кто-то должен был их там съесть или что-то такое там и загадки он был прям ведущим там адой на моем нерождении и все было так все шикарно и девочки там все мои подруги там завидовали вообще завидовали что у меня есть вообще отец и многих там не было отцов или там были отцы алкоголики или там мои подруги она говорит что она вообще со мной любила общаться потому что она завидовала по-хорошему что вот у меня есть полная семья не такой заботливый отец а у нее умер отец раннем возрасте и вот вот такое прям праздник и веселье и вот он меня значит подговаривает так и когда приходят мои подружки и спортивного класса они съехались со всего города мы все жили в разных районах города бассейны были в центре города из школа сама тоже спорткласса были бы там близко к бассейнам нас вас были подвозки было питание там правда питание такое было со слизнями тряпками разными лапками от крыс внутри этих супов и всего но неважно в общем это все равно было считалось по тем временам круто вот и и когда приехали они мой отец значит начал вот эти все конкурсы но я сделала как он мне сказал осторожно по себе а я сделала как он мне сказал значит я угадывала все эти загадки то что и ну чё там проблема там запомнить я запомнила угадала и таким образом девочки во первых а у нас же класс был спортивный очень конкурентная атмосфера у нас тоже очень жестко все было очень жесткие были девочки у нас там нас там плавчихи девочки такие были сюда могу и в общем там оля такая девочка на меня там на голову выше была большая такая естественно плавала тоже намного лучше меня и она значит говорит да говорит наташа все все значит ответы подстроены это все куплено и все подстроено она не не по-настоящему знает ей все ответы уже рассказали и она была права потому что это мой отец он так представлял себе праздник он думал что нужно по грязному играть и это мне ложь я буду рада такой победе то есть это был это был он это было то как вот он он меня вот воспитывал он считал что так хорошо и что получилось в итоге во первых отношениях ко мне на этих праздниках меня называли исключительно наталочка и значит там с меня сдували пушинки я была звездой этого шоу которое должна была играть а день до этого меня называли значит скотиной сволочью коровой с жирной свиньей и кем угодно хотя я уже плавала уже давно не было они жирные ничего но я любила есть мне говоришь мне всегда попрекали тем что я ем говорили что я жру и что чтобы потом когда я выросла я им отдала деньги за то что я у них ем у родителей вот и у меня было очень очень горько мне было со всем этим и каждый свой день рождения заканчивался тем что я рыдала а поскольку это был мой день они ничего не могли мне сказать потому что там были другие люди там были уже когда уезжали мои подружки искал из класса оставались подружки наши с подъезда наташки наши любимые подружки и я начинала рыдать но эти девочки там как-то тактично пытались меня немножко пожалеть потом я мы говорила не надо жалеть меня вот я буду плакать и все и я там орала как резаная просто это было вообще это и вот раз в году мне позволяли поплакать это вот так я проводила свой день я просто рыдала да наверное да шушана не на умерла вот такие ставят такие палатки и там в течение семи дней пытают молитву от израиля хоронят людей уже после похорон отпевают семь дней а потом еще на через месяц приходит на кладбище вот и я вот так вот орала но что получилось потом что эти же мои конкурентные очень эти подруги по классу естественно им это все не понравилось вся этой а тип оттасовки и мне в классе просто сделали бойкот и после таких после таких после таких дней рождений папа этот который там непонятно вообще кому для чего у нас классе до было принято делать эти дни рождения но он устраивал мне эти дни рождения еще даже до спорт до спортивного класса и еще на нашей еще до того как мы переехали на салтовку там на поле жили в другом районе тоже вы делали дни рождения не тоже закатывали мне дни рождения то есть я пытаюсь понять зачем вообще и почему и единственное что я могу подумать это потому что как бы как бы я меня я была ширмой я была удачным плакатом их не значит семейной жизни как бы они могли хвастаться удачными результатами своих родительских способностей давайте судитесь вот сюда пояса там где чисто я постою мне все равно вот и вот лучше если хотите себе положить и найлон чтобы вам холодными ну хорошо отдохнуть да в общем и то есть даже что хорошего даже шикарного делали мне родители это естественно это было совсем не для меня и совсем не про меня и все это было мне в такую тяжесть опять и в общем в итоге я вообще в жизни пыталась время от любых их каких-то подарков или одолжение от не открещиваться как только можно потому что это потом выйдет таким боком потом так долго надо будет отрабатывать это и так это все обойдется если не изнасилованиями то неизвестно еще чем и в общем и неожиданно я вдруг спросила себя подожди-ка у тебя были такие шикарные дни рождения гнил гнильцой до гнилые людям снаружи казалось что все вообще шикарно просто я пыталась вспомнить хотя бы один день рождения моей сестры и я не смогла вспомнить ни одного дня рождения моей сестры и я написала вот прям ночью сегодня в три часа когда у меня вот я пока плакала у меня это вдруг вылезло я спросила у ее подружки детства вот а именно девочка еврейская полуеврейская которая научилась в том классе ужасном да они потом сохраняли отношения еще вообще всю жизнь и она сейчас тоже не живет другой стране я и написала мы как-то нашли друг друга и мы общаемся вот особенно после смерти моей сестры мы очень так и постоянно переписываемся и я говорю елена послушай и я сейчас вспоминаю ужасы наше детство всего или я пытаюсь вспомнить если хотя бы однажды моей сестре ты была на день рождения моей сестры ну что мне закатывали день рождения каждый год практически и она мне ответила утром вот перед работой она мне ответила ты знаешь мне я очень сожалею но я не припомню ни одного раза и но ну что сказать это но это ужас то есть представьте себе вот весь уровень фальши фальши и игры которая у нас была дома ни одного дня рождения для моей маленькой сестры то есть ее рождения вообще никому не было важно почему потому что она не было показной ширмой у меня получалось быть показной ширмой которые они могли хвастаться и поэтому я заслуживала эти дни рождения которые мне в общем 200 лет не нужны были я рыдала на них каждый каждый день рождения и плюс к и поэтому из-за совершенно не знаю как сказать вообще даже идиотизма моего отца подонка и мне еще вдобавок бойкот все объявили в школе я потом а ты с этими людьми потом же я 7 лет занималась плаванием и 7 лет с этими людьми находишься они 7 лет тебе помнят какая ты гнида вот а потом моя же мама потом приходит и говорит наташа а потом пытались сделать еще дни рождения а уже никто не хотел приходить на мои дни рождения и пришла только моя вот эта подружка алинка это и даже близкие подруги не приходили уже ко мне на дни рождения и тогда моя мама тоже добрая душа в кавычках психопатка конченная говорила ой наташа ты там так значит выгибаешься прогибаешься нас критикуешь меня уничтожали дома я им говорю вы меня уничтожайте они говорили что ты нас значит клевещешь на нас и не заслуженно нет 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 не не оцениваешь наших усилий и нашего благородства что мы тебя здесь терпим мы и значит должны тебя терпеть потому что ты наша дочь вот такое отношение ко мне было дома и и и моя мама говорила ты такое ничтожество что ты можешь ругаться только собственными родителями ты можешь жаловаться только на своих родителей потому что они святые любящие люди которые вкладывают в тебя и делают тебе эти шикарные дни рождения а за того что ты такая вообще ничтожество даже твои подруги ненавидят тебя и они презирают тебя и поэтому никто не пришел на твой день рождения и вот таким образом этот цикл этого ужаса вот таким образом завершался ну и мне мужа я не помню уже больше да что делали мне дни рождения потому что их просто уже не было перед тем они они настолько хотели показаться что уже настолько выпендрились что уже никто и не хотел быть на этом спектакле и это ужасно конечно что моя сестричка которую еще вдобавок она она ты считал я считала же не любимой дочери меня моя мама говорила что я вообще не отношусь к их семье что они втроем семье это могут родители моя сестра а я вообще не относилась к семье и что я вообще никто и они просто из-за того что по закону они меня не могут там выгнать где-то на улицу только из-за этого они меня терпят а в принципе они очень хотели бы меня просто выгнать на улице чтобы я жила на улице вот а моя сестра счета она боготворила их подчинялась им абсолютно служила им и маме моей до последнего своего духа служила и она считалась как бы любимой дочкой но недостаточно любимой для того чтобы отпраздновали просто девочки маленькой и день рождения и вообще ее рождение вообще кто-то ее увидел в общем очень жалко и я прикрепил фотографию вот после одного из наших самых ранних дней рождений вот